Добрый день! Давайте сегодня поговорим об игре в ценность себя, о самооценке. Это большая игра, в которую играют психологи, психотерапевты. Себя как-то оценивают люди. И если задать человеку, который говорит, заявляет о своей ценности, задать вопрос, а как ты себя оцениваешь, в каком эквиваленте, то, например, один из эквивалентов денежный сразу же проваливается, и человек не может ответить на этот вопрос и говорит, я бесценен. То есть вот эта бесценность и есть ценность человека в его представлениях. Давайте углубимся. Так что такое ценность человека? Что такое та самооценка, та ценность, о которой все говорят, когда говорят, ты себя не ценишь или он тебя не ценит, и понеслась вот эта вот игра в ценность. А в чем ее суть? Когда мы начинаем углубляться в ценность и посмотрим вот это понятие, мы увидим, что оно отсутствует даже в шкале Хокинса такого состояния, как ценность, нет, но есть другое состояние, которое отражает ценность. Когда мы начинаем говорить о ценности, когда у нас включается эго, эго провоцирует программу ума, и они вместе заявляют, ху, выдохнули, говорят, я ценен. Но это эго и ум. А состояние при этом, какое мы испытываем, как правило, это состояние дисбаланса, и этот дисбаланс либо в неблагодарности, либо в избыточной благодарности. Когда человек настолько избыточно благодарен, что он раболепствует, лжет и перестает быть самим собой. Либо же он настолько неблагодарен, что он раскачивает качели и уничижает роль другого человека. В любом случае возникает дисбаланс, и этот дисбаланс возникает внутри. А внутри это речь о состояниях. А состояние ценности не существует, но существует состояние благодарности. И таким образом, если вы состояние благодарности у себя раскачали, то есть вы либо неблагодарны, либо вы раболепствуете, не помню русское слово, как это еще можно назвать, вот эти состояния в любом случае, избыточные или недостаточные, они будут компенсированы. То есть возникла игра, игра в благодарность, где вы познаете именно благодарность. И когда вы познаете благодарность, вы заявляете о своей ценности. А кто заявляет? Заявляет Эга. И активная программа ума. И куда тогда человек стремится для того, чтобы компенсировать данное состояние. Ну хорошо, когда он приходит к психологу, и они там работают, работают, работают. К благодарности, как правило, не приходят, зато учатся манипулировать друг друга. Но иногда человек уходит, например, чтобы утихомирить ум, он приходит в разные социальные объединения. Во время дисбаланса мы всегда ищем социум, помните, да? И он приходит в социальные объединения, ну типа адвайты, буддизма, школы Саньдао, еще какой-то школы. Очень много сейчас существует таких вот социальных объединений, где тебе сразу задают вопрос для того, чтобы утихомирить твой активный ум и погасить твою вот эту вот избыточность через вопрос. А ты нашел ответ на вопрос, кто ты есть? И человек садится и говорит, кто я есть? Кто я? И я ищу этот ответ, ответ на этот вопрос вечно. Люди, которые рациональны, они говорят, о, это путь никуда, это путь в секту. То есть они вообще не задаются этим вопросом. Ну и правильно, зачем будить человека в глубоком коматозном сне? На самом деле это вопрос действительно философский, действительно очень глубокий. И действительно программа ума на него не может ответить. И человек таким образом как бы отключается вот от этого дисбалансного состояния, ровненько входя вот в эту социальную группу, наступает на грабли, которые ему дают временную тишину ума ввиду того, что звездочки посыпались из глаз. И какое-то время останавливается в своем развитии, в поисках ответа на этот вопрос. И, конечно, он его не находит в таком варианте, потому что он пришел туда в дисбалансе, и вопросы дисбаланса он там не решил. Он их просто заткнул в себя. Знаете, это как вот нужно канализацию слить, а она не стекает, да? И просто сверху фиговый листок прикрыл, типа не воняет. Но это все в себе, а оно все равно есть. Так вот, что происходит по факту? По факту получается, если брать центрирование человека, его устойчивое психическое состояние, в устойчивом психическом состоянии, у человека работает вся шкала Хокинса, и человек проживает жизненный опыт, у него идет психический процесс, физический процесс, психический, физический, центр, через который четко держится устойчивость, это благодарность, это любовь. Немножко может быть смещено в радость, но вот это вот, это стабильная сердцевина, восьмерки, которая удерживает процесс в балансе. Как только вы здесь чего-то зажали, не поблагодарили, вы создали игру в ценность себя, вы создали дельту, пошла другая восьмерочка, другая восьмерочка, разворачивает другой психический процесс с другой реальностью. И в другой реальности вы проживаете опыт, который учит вас благодарности. И через благодарность вы оцените себя. Как правило, это обратный процесс, обратный опыт, когда человек приходит в точку, когда у него наступает осознание, ах, да, и тогда он смыкает вот эту точку, наступает гармония, и человек может перейти к следующей игре, к осознанному созданию следующей игры. Так вот, господа, когда вы говорите о ценности, вспомните шкалу Хокинса, всегда держите её в голове. Вот это вот центр, это благодарность. И если вы её сместили, то вы создали игру, которую вы потом назовёте кармой, отработкой, приходом кары небесной, или ещё что-то. Нет, это создали вы ввиду того, что вы вышли из баланса. И если вы захотите это отсрочить во времени, вы можете зайти, пройти по граблям в любую из ныне существующих общностей людей, где вам расскажут, какой вы хороший, какой вы ценный, как вы должны кем манипулировать. Это в классическом ключе, принятом в обществе, либо в ключе, кто я есть, найти ответ на этот вопрос, утихомирить ум и посидеть со звёздочками в глазах. Это через секты. Любой вариант – это отсрочка во времени. Всё равно баланс придётся в себе находить, устанавливать, и вот то, что вы туда, вовнутрь себя запихнули, достать, честно посмотреть и сказать, да, свинья, да, себя никак не ценил и не благодарен себе любимому. И вывести это всё в баланс. И тогда в вашу жизнь приходит гармония и счастье. Субтитры сделал DimaTorzok